Следующий гость не заставил нас ждать. Итак, Виктория Максутова, основатель детского центра развития «На встречу будущему». Добрый вечер. Виктория, сразу хочется спросить, конечно, что вы делаете в вашем центре развития, потому что их, так же, как и языковых школ, у нас достаточно много. Да, детский центр развития «На встречу будущему» – это то место, где дети учатся свободно общаться со сверстниками и преподавателями. Смело выражать свои мысли, уважать мнения других, быть самостоятельными и смотреть на все жизненные ситуации с улыбкой. Вы такой официальный человек, что я и рада с вами не могу не улыбаться, но хочется уточнить, все-таки такие общие фразы вы сейчас назвали. За счет каких техник, технологий, возможно, подхода преподавательского вы добиваетесь вот этих результатов? У нас есть три направления, у нас есть три группы. Группа для самых маленьких – это адаптация детей к детскому саду. Вторая группа – это у нас подготовка к школе. И третья группа – это группа продленного дня для детей, учащихся в начальной школе. И вот сейчас хотелось бы рассказать чуть поподробнее. Да, вот мы тоже говорим чуть поподробнее про каждую из групп, потому что я думаю, что родителям, которые сейчас нас смотрят, им тоже интересно, куда отвезти ребенка. И они, когда выбирают этот центр, они обращают внимание как раз-таки на занятия, которые там проходят. Да, группа для самых маленьких или адаптация детей к детскому саду. Мы принимаем деток с двух лет, и первое время малыш находится с мамой у нас в центре. То есть, эта мама знакомит ребенка с новыми игрушками, с преподавателями. Вот, преподаватели, в свою очередь, с удовольствием почитают вместе с книги, поиграют, порисуют. И мама сможет не только с ребенком поиграть, но и понаблюдать со стороны, как он делает первые шаги. На встречу будущему, да. Как я угадала. Да. Вторая группа у нас подготовка к школе, где мы учимся и читать, и писать, готовим руку к письму. У нас есть иностранные языки, это немецкий и английский язык. Знакомимся с окружающим миром. И все это в игровой форме, все это весело, интересно. Сколько длятся занятий у вас? Занятия, подготовка к школе, 25 минут. В среднем 25 минут занятия. Сколько раз в неделю или в день, возможно, к вам приходят ученики? К нам ученики приходят каждый день. На подготовку к школе, да, каждый день с 10 до 12 у них занятия. А если садик? А если садик, то они приходят вечером. После детского сада, да, с 5 до 7. Есть, да, вечерняя группа. Отлично, спасибо вам большое. А еще хочется все-таки уточнить, вот, по поводу того, как вы готовите их к школе. Все преподаватели, педагоги, которые занимаются с детьми, имеют образование. Да, конечно, у нас квалифицированные педагоги, учителя начальной школы, люди со стажем, которые отработали уже и в лицее, в гимназиях, вот, работают с нашими детками. Хорошо, Виктория, рассказывайте, как к вам попасть, потому что я думаю, что, конечно, любой родитель захочет посмотреть, как выглядит центр изнутри, пообщаться с вами лично, как с основательным центром. Вы тоже что-то преподаете в рамках? Да, конечно, я и готовлю детей к школе. Это моя группа. Да, 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 это моя группа. И английский язык преподаю я, и немецкий. Вы знаете, что Виктория, вот, не все селезрители видят, а она вот очень задорожный человек, у нее такой прекрасный зайчик на рубашке, видно, что она правда готовит детей к школе. Я думаю, что они вас как раз-таки не боятся. Нет, абсолютно. С удовольствием, и школьники же у нас с удовольствием выполняют с нами домашнее задание. То есть они с удовольствием проводят свой досуг у нас, вместе с нами. Отлично. Рассказывайте, как вам попасть, как вам записаться? Мы находимся на улице Виктора Гакуна, 10, это Северная гора. Про нас можно прочитать и в Инстаграме, School and Children, мы, и ВКонтакте, на встречу будущему. Да? Так что читайте, смотрите, записывайтесь, приходите, знакомьтесь с Викторией Максутовой, основателем детского центра развития на встречу будущему, ну и с педагогами, которые работают вместе с вами. Ну а пока узнаем, какие хорошие новости у калининградцев произошли сегодня, в среду, 21 числа. Я проснулась, выпила кофе и поехала на работу. Это самые хорошие новости за сегодня. Сходила на собеседование отлично, удачно. Ко мне зашли новые сотрудники, достаточно активные, я этому очень рада. Единственная хорошая новость на сегодня, это то, что я сейчас иду делать новый маникюр. Хорошие новости из Калининграда, можно в Египет будет улететь в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова